Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В духовном мире там тоже есть над чем просто ждать. И я хочу вам напомнить о том, о чем мы говорили прям немножко, что это действительно такая Божья мудрость дать вот этот путь рождения самого. Потому что это вот то, что человеку очень-очень нужно. Знаете почему? Потому что мы приходим в этот мир без опыта. Правильно? Мы просто растем и просто его получаем. И много раз у нас приходит мысль, ах, вот бы здесь по-другому поступить. Ах, вот бы здесь, вот если бы я знал, я бы поступил вот так-то и вот так. И вы понимаете, что в принципе в этом и заключается вся суть рождения самого. То есть это возможность начать жить новой жизнью, имея весь твой старый опыт. Понимаете, в чем смысл новой жизни? Почему не с первого раза? Почему вот Бог придумал такой механизм? Это же Бог придумал рождение заново. Вы понимаете, что мы внутри его плана находимся? Мы не самостоятельно тут развиваемся. Это механизм Божий для нас, на самом деле, для того, чтобы вот человека ввести в настоящую жизнь, в которой он должен находиться. Дайте ему вот такой механизм рождение, заново рождение, второй раз. Понимаете? Потому что по сути это невозможно. Да? Ведь мы утратились и все. Потому что, ну, вот здесь есть все ответы, когда на те вопросы, которые часто он любит там задавать противники, там Богу. А зачем Бог посадил это дерево в саду и почему же мы все-таки его съели? Потому что это дар, это Божий план, на самом деле. Это Божий план. Не то, чтобы Бог ввел человека в грех. Просто человек не научится без опыта. Понимаете? Вот он, мы не можем без опыта, нам необходим этот опыт. И вы знаете, что самое интересное? Что этот опыт нам нужен в христианской жизни тоже. Поэтому вот мое откровение, что рождение заново, это не только вот, я буду не верующим и стал верующим. И это означает, что я родился заново. У кого-то это может произойти и вместе с вами. Но вообще это, я так понимаю, что это не прям вот какой-то такой одномоментный момент. Понимаете? Потому что даже в христианской жизни нам нужно второй раз сделать. Потому что в христианской жизни мы тоже не имеем опыта, когда мы ее рождаемся. И тоже делаем кучу ошибок. Неправильно понимаем, я туда иду, и так далее. Вот именно это примерно и было с Никодимом. Учитель Израиля, учитель Библии, учитель Слова Божьего, учитель истины. Человек, который должен был понимать, как он ходил в церковь, был замечательным человеком. Да, мы видим молодого богача в Библии, который говорит, я действительно все делаю, все законы соблюдают, но не живет. Правильно? Не живет той жизнью, в которой многое жить. Поэтому мы должны, как бы, главное, чтобы с нами это произошло. Поэтому и понять мы это должны, и понимать мы это должны, именно как бы, потому что нам нужно из чего-то поступать, как-то поступать, ради чего-то поступать. Понимаете, вот эта вот картина, что я буду хорошо поступать и пойду налево, она может для нас остаться, как эта картина. Это истина. Но это истина лишь до времени, для того, чтобы тебя как-то стимулировать хорошо поступать, для того, чтобы ты смог дойти до этого момента, где ты вот по-настоящему родишься сам. Потому что, ну, вот, если вы в Библию внимательнее почитаете, внимательнее размышляете, то вы это там все увидите. Просто Богу с нами приходится взгляд, как с детьми, картинками, сказками изначально. Дать нам эти картинки, дать нам эти сказки, дать нам вот эти вот, ну, моменты ожидания Иисуса Христа как второго пришествия, да? И для многих это до сих пор вот и есть эта картинка, что придет Иисус такой огромный, большой. Какая у вас картина? Что придет огромный Иисус, да? Огромный. Ну, если его все увидят на земле, он же огромный, правильно написан, как молния, от края неба до другого края неба пришествия его Бога. И вот мы ждем такого огромного Иисуса воплотия, да? А Иисус ведь воплотит, он не обещал второй раз, третий раз. Он пришел уже один раз воплотить. И слово стало Богом, поселился для нас. И он пришел, и явил себя, да, и прошел этот свой путь. И вот некоторые думают, что вот оно так же будет. Это очень важно, чтобы мы повзрослели, для того, чтобы мы понимали, с чего нам нужно ожидать. Потому что если мы ожидаем картинки, ну так и будем ожидать вот этой картинки. И как мы видим, что эта картинка, она... Чего-то не приходит. Парту, нам нужно понять. Вы знаете, что про брата Иисуса? Вы знаете, какой Евангелие про брата Иисуса? Кто знает? Оно одним словом называется. Евангелие. Евангелие Царства. Правильно? Он не про брата Иисуса, не про брата Иисуса. Это важно или нет? Какой-нибудь? Убрали его Евангелие Царство. Он рассказывал нам Божье Царство. Вот о той же системе, которую Бог собирается сделать. Которую Бог сделает. То, что мы с вами говорили, будет вы как телецимы певинные, пусть вы пираете на частинок ногами. И придет этот день, да? Поэтому мы должны уже понять, что вот это вот пришествие Христа называется Днем Господнем. Да? Он называется вот Царством Божьим. Это та система, которую Бог хочет устроить здесь, на земле. И, как я уже говорил, она, ну, как бы непростая. Представляете, какая перед Богом стоит задача? Чтобы правильнее было хорошо, а нечестивым было плохо. И вот чтобы оно было гармонично, на самом деле. Чтобы вот это все, ну, жило и работало. И... Давайте мы прочитаем сейчас сонного водоноса. Это у нас дни, да? Потому что нам было в тему вверх. Давайте я прямо прочитаю вам. Вы знаете, ну, у царя был сон. Ну, у худоносцев, царь, величайший, любил сон. И он сказал, у меня мучает этот сон. И, на самом деле, вот, там гадатели, он говорит, расскажите мне, что значит твой сон. Гадатели в голову приходят, говорят, ну, ты скажи нам свой сон. А мы тебе скажем, что значит, вы меня надурите, вы что это там придумаете, вы скажите, что у меня за сон был. А потом уже, знаете, значение, объясните, говорит, вообще никто не может сделать. И все, и он сказал, ну, значит, все качи им вообще, если никто не может сделать. И вот Даниил, такой пророк от Бога, который был в его царстве, тоже, да, служителем там, он сказал, все, я буду молиться Богу. Он попросил тоже своих, в свою церковь, который помолится, и Бог ему открывает. И вот мы сейчас прочитаем, что там было. Царь сказал Даниилу, который назывался Латарсан. Можешь ли ты сказать, ты сон, который я видел, и значение его? Даниил отвечал, царь ему сказал, тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обитатели, ни обаятель, ни диновецы, ни гадатели. Но если не писать Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Руходоносову, что будет в последние дни? Сон, твои видения, глоба твоей на ложе, твои были такие. Ты, царь, на ложе твою думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайны себя открытой, не потому что я был в мудреце всех живущих, но для того, чтобы открыто было целое разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой стукан, огромный, был этот истукан, в чрезвычайном леске стоял перед тобой. И страшно был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота. Грудь его, и руки его из серебра. Чарел его и бедра, и моменты. Поли его, железный. Ноги его частью железной, частью глинины. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горит. Бессодействовал, ударил в истукан. Железный, глининый ноги его. И раздыл. Когда все вместе раздробилось, железо, глины, глины, серебро и золото. Сделались как враг на лених унах. И ведь он унес их, и свидание осталось от них. А камень, разбивший сукан, сделался в истинную гору и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем предцарем без значения его. Ты царь царей, которому Бог небесный даровал царство. Власть и силу и славу. И всех сынов человеческих. Где бы они ниже, без сверей земных и без небесных. Он обал от моего. Поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты эта золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже моего. И еще третье царство, бедное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо. Его как железо разбивает и раздравляет все, так оно потом всесокрушающему железу будет раздравлять и сокрушать. И что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины, горшечной, а частью из железа, то будет царство разделено. И в нем останется несколько крепостей железа, как я видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как кресты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкой, а частью грубкой. А что ты видел железо, смешанное с глиной и горшечной, это значит, что они смешаются через семьи человеческое, но не сольются одно с другим, как железо, и смешивается с глиной. И в одни тех царств, вот в небесном воздвигнет царство, которое вовек не разрушится. И царство это не будет предано другому народу. Оно сушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Аминь. Вот такой сон и такое значение сна дается однажды самому великому царю на земле. И я как раз сегодня о чем-то говорю, да? Устройство системы, устойчивая система. То есть мы видим, ну, у Доносора, который, вот кто он такой был? Был царь. Он же, на самом деле он был не просто вот, ну, царь и все, и ничего не делает. Он был тот, кто установил определенную систему на земле. Да, вот у него царство работало. Ему там все подчинялось, там вещи строились, дороги строились, товары перевозились, все ему дань платилось, все, все, все работало. И он это все устроял и все работало очень хорошо, очень замечательно. И это, на самом деле, вот так даже названо. Вот твой царство, ты немец, да? Ты золотая голова, да? У нас даже слово такое, у тебя голова золотая, да? Вот у него голова была золотая. Ну, действительно, придумали вот эти вот системы, как на что все работало. И оно какое-то время еще хорошо работало. Если вы, кто изучает, историки уже там про Вавилон говорят, да? Вы знаете, как у него стены там были? Стены были 100 метров. Ну, ну, в высоту, в ширину, как мука, примерно. Там 11,2,8 лесниц могло вместе ездить. То есть вот просто по длине это был тоже примерно мука, что-то там около 100 километров. Вот такой был город. Там только храмов, например, было там 250-300 таких. Короче, есть там истории, где историки вот это все. И, кстати, вот так разрушилось, что даже стены сейчас не могут быть. Ну, как, знаете, вот такие стены. Есть пирамиды, которые сохранились, да, и стоят. Ну, вот, а Вавилон был проклят и не осталось там камня на камне. Вот, ну, была система. Понимаете, что я говорю, да? И Бог нам здесь показывает вот этот сон. То есть Он показывает этого человека, величественного, да? Истукана поверх человека, золото, там, серебро, медь. И вот к нему говорят, что это будут царства. Это будут времена определенные, будут царства, да? И мы знаем еще дальше, да, какие царства были. Римская империя была. Серьезная империя была, правильно? Несколько сотен лет просуществовала. Дорогу настроили очень много. Римское право придумали, да? То есть как бы вот, ну, для людей же было на самом деле все. То есть как бы вот чтобы царство стояло и устало. Но что произошло? Все равно развратились, что-то с ним произошло, пришли барбары, все разгромили. И так разгромили, что было поднято практически все. Знаете, вот эпоху Возрождения, Александр, 1500-1600 годах, вот начали культуру возрождать, вот эту греческую, римскую, там, знаете? А вот эти вот там тысячи лет, это просто было вообще тьма просто. То есть, ну, я не историк. Я поверкушечка просто. Поэтому есть любители, которые это все. Но суть вы понимаете, правильно? То есть мы видим, что человек пытается сделать царство, сделать систему, устроить систему, чтобы она работала. Правильно? Везде это хотят. Там вот мы сейчас даже смотрим там на Америку. Устроили круто, правильно? Долго напечатали, печатают, бумагу взяли, подвихивают, им за эти любые товары. Круто. Хорошая система, правильно? Но даже эта система все равно разваливается. Я не понимаю, почему она там у них трещит, причем все проблемы. Ну, например, я по верхушечкам, опять же, да? Китай-то накопил немного долларов и говорит, давайте, ну, товары ваши, да? То есть вот они думали, что можно вот так вот просто безнаказанно доллары печатать. Оказалось, что нельзя тоже совсем без контроля их просто печатать и все на свете покупать. А потом силой просто всех заставить молчать, да? Не работает тоже, да, система. И вот банковская система, ВРС, да, какая? Вот. То есть вот, ну, человек что хочет. И я свой опыт могу сказать, да? То есть вот, ну, я как бизнесмен, да? Это трудно назвать меня бизнесменом, но строитель, да? Но я начал сначала сам делать ремонт, потом ребят больше и больше у меня. И вроде есть возможность получать больше денег, да? У тебя было четыре человека, я получал сколько? Потом восемь человек, я получал больше. Потом стало двенадцать, я стал получать столько же. Стало двадцать, я стал получать меньше и так далее. Я не понял, почему так? Понимаете? У меня работает система. Ты ее выстраиваешь, ты ее устраиваешь. У тебя люди вроде уже научились. И вроде золотые люди. И вроде и объекты есть. А ты вот, человеческий фактор называется, да? Вы знаете, что такое определение? Ну, человеческий фактор. И вот это вот, на самом деле, в Библии вообще вот это вот, что Адам сделал, это человеческий фактор. Вот. Не получается сделать устойчивую систему. Весь мир вот над этим работает. Сейчас передовые компании пытаются придумать какую-то такую систему, чтобы вот все прям вот на компьютер положить, поставить. Все, чтобы вот там, я не знаю, всех научить, через тренинги провести. От сотрудников учили, вот вроде и делал, но прибыльнее. Ну, переставить работать. Или технологии вперед убежали. Или еще там где-то что-то появилось, я не знаю. Или человеческий фактор, или природный фактор, но... Понимаете, о чем я говорю, да? Ну, о системе. То есть, ну, можно уже больше дни обращаться, да? Потому что мне прям нравятся вот эти вот системы все. Вскрывать, как бы, и говорить о ней. Потому что, ну, действительно, вот каждый даже бизнесмен или что-то хотел построить систему. И, и у нас, понимаете, что, ну, это же как бы оттуда все правильно в системе. Он строитель системы. Ну, у него подсматривает, да? Там, что вот, вот оно, ну, у него тут все работает и все. А у нас тут все раз и не разрушается. И вот этот сон он тоже проверил. Понимаете? То есть, что Бог сделал, собрался делать, и как это будет выглядеть. Я говорю, что будут эти системы человечества. Одна такая, другая такая. У меня нет откровения там по поводу клина, железа. Может быть, когда-то будет, я вам скажу. Но... Там разные вещи, как вы говорят. Но откровения, например, я сам не чувствую пока. Я не понял пока этих вещей там всех, да? Но я одно покажу. Что однажды вот этот камень оторвался, ударил по этому и установилось царство. О чем говорится? О чем говорится? Как раз говорится, что будет установлена мета-система жизни, деятельности начало человечества на земле. Царство. Правильно ли я? Потому что оно так и названо. Царство. Это будет царство. Это не будет хаос. Это не будет беспорядок. Но это будет царство. И... Которое будет вечно. Понимаете? Не будет ломаться. Вот об этом. Вот об этом Иисус подповедовал. Евангелие царство. Это уловили апостолы. Они это тоже не слили. Если вы посмотрите. Павел тоже. Даже в конце. Он уже там примен. Там написано, к нему приходили. Ироны. Ироны. Висняли Евангелие царство. Ну как то такими словами мы тоже про царство. То, что мы должны понять, что Бог нас приводит в церковь. Хочет. Мы слышим слово проповеди про спасение. Что это все не только для того, чтобы себя чувствовали хорошо. Понимаете? И не просто, чтобы прожили свою жизнь, а потом на нем будет. Понимаете? А вот он хочет установить царство здесь, и он устанавливает его. И на самом деле, определение для установления его царства, они разные могут быть, но одно из определений – это человек духовный. Я бы вот так это назвал. Вот это устроение его царства на земле – это человек духовный, да? Как вот у нас из Бома Садя, у нас человек разумный, да? Только нам теперь нужно стать человеком духовным. Да? Холмус перед, да, можно так сказать. Почему? Потому что человек духовный, он живет в гармонии с Духом Бога, с истиной, со смыслом, с сутью. Он живет в любви. Он живет в правильном мышлении, и он регулирует систему. Вот еще в чем фишка. Понимаете? Он регулирует систему царства. Поэтому Иисус, когда приходит, Он начинает построять царство не как только царство, но и рассказывает о царстве. Но Сам Он исцеляет человека. Понимаете? Он делает вот этот самый главный момент, чтобы восстановить отношение со Богом. Он умирает. Человек умирает за кредит. Это то, что все. Теперь, Отец, они и Бог услышит тебя. Теперь нет преграды, которая стоит между тобой и... Понимаете, для чего это? Ведь это по-другому. Правильное мнение? Потому что, ну, вся тварь с надеждой ожидает откровенности Бога. Ну, о чем это, ребята? Ну, нужно же, ну, врубать мозги для того, чтобы понимать, что вот все творение ждет, пока человек включится. Потому что регулировать эту систему должен человек, да? Бог как отдал землю человеку, так он ее не отдал. Он ее не забирает. Потому что это его боль, это его видение, это его предопределение, его предназначение. Но человек совершил. И что сказал человеку? Пробляет земля за тебя. Теперь вот все, что будет происходить с землей, на ней будет происходить просто из одной причины. Из-за того, что в грехе. Грех – это непослушание Богу. Грех – это мышление против Бога. Понимаете? Это не просто вот наши просто поступки. Наши поступки берутся из определенного образа мысли. А вообще они берутся из Духа. Поэтому Бог и налаживает Дух. Понимаете? Поэтому Бог и исправляет Дух. Он говорит, что не бойством и не силой, но только Духом Моим, говоря это слово. Духом Моим. Поэтому мы не можем это понять. Мы все ждем сверхъестественного Бога, который спустится и все сделает за нас. Но Бог будет действовать через нас. Бог будет исправлять нас для того, чтобы мы слышали Его. И мы начнем жить. И мы начнем регулировать эту систему. Мы начнем правильно регулировать эту систему. Понимаете или нет? Другой момент в этой системе. Что еще сказал? У нас же все системы построены по тому, что начальники и господа. Господа так, как Иисус говорит. У вас никуда не так, да? В этом мире господа и начальники, они власты наглядуют. А у вас как пускай люди говорят? Пускай среди вас тот, кто хочет быть больше, будет меньше. Вот он принцип. Можно тоже сказать, ключевой принцип этой всей системы. Вот чтобы она работала и не разрушалась. Вы просто ее представьте. Просто пока, когда мы по плоти даже исполнять не можем. Потому что это противоречит самой плоти человеческой. Как это так быть начальником или быть младшим? А как это? Потому что если это Бог не откроет, ты это даже поляника не сможешь. Но он это сам показал, да? В этих словах сказано. Мы все часто извратили. Человеку плотью все на поле. Мы как будто бы начали из этой фразы выделять этот смысл. Как будто бы начали быть плохо. Как будто бы великим быть плохо. Он не говорит, если кто хочет из вас быть великим, будь просто слугой. За счет этого, ну как бы, вот с этим все свое величие. То есть, ну, вы представляете, просто представьте себе такую. В своем разуме такую систему, где те, которые больше могут, те, которые не учили, они не вот на верхушечке там расслабляются просто. И с ума стоят уже, да? Из-за того, что, да, вот откуда? Почему вот среди звезд так много всяких вот этих, да, меньшинств вот этих непонятных? Ты думаешь? Вот. Им, похоже, просто делать там нечего. Вот уже просто вот с ума пускать, да? И вместо того, чтобы, ну, двигать, они уже всякие мерзости начинают делать. Потому что делать нечего. А работы-то много, на самом деле. Поэтому, ну, просто представьте, если когда ты становишься великим, ты становишься, я бы я просто заметил, что на самом деле, я даже, ну, в своей жизни становлюсь все время, как бы, больше знаю, могу больше руководить там, да? Я, как бы, ну, что-то у меня, вот, профессионал становлюсь все равно. То есть вот тот путь, который я в стройке прошел, я понимаю, что у меня золотая глава, да? Вот именно для каких-то моментов. Потому что я даже сам трудно с этим об этом говорить. Ну, когда тебе сами люди говорят, когда там приходишь ко мне, начинаешь предлагать какие-то решения, люди смотрят, ну, и, как бы, удивляются. А я даже не думал об этом. Я даже не думал об этом. А у меня это, ну, ну, даже не думать об этом не надо. Я уже это вижу. Почему? Ну, потому что опыт просто большой. Это не то, что я какой-то там. Ну, понимаете, мы вот в каждом деле, мы становимся лучше, 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 правильно ли? И вот, ну, и в духовных своих дарах мы должны возрастать, и возрастать, и становиться. Но мы это должны использовать не для того, чтобы возвышаться, как бы, над людьми, чтобы нам так служить. А если тебе больше даров, то начинаешь еще больше делать, еще больше поднимать. Еще тех, кто понижен, еще не умеет двигать их за счет своих решений, за счет вот этой мудрости, которая тебе дана, их еще вот дальше двигать. Вы понимаете, что такая система, она не разрушится? У нее нет причин разрушаться совершенно. Потому что всякий, кто как бы был больше, он становится опять назад и все это перетолкает. Аминь. Почувствуйте это. Почувствуйте, подумайте об этом. Поэтому мы должны вот к этому стремиться, мы должны увидеть. Вот как я на это смотрю. Я смотрю на эти все моменты стратегические. Вот мы начали церковь, и мы хотим делать церковь, и хотим строить церковь. Но мы все приходим, у нас есть там свое видение и свои представления какие-то там и так далее. И кто-то так привык, кто-то так привык. И нам нужно понять, готовы ли мы будем ради общего тела жертвовать какими-то собственными своими представлениями для того, чтобы вставать и употреблять. Не для того, чтобы доказывать свою точку зрения и говорить, ну я так и так вот надо, потому что так привык. Отцы там передали и так далее. Но время же идет вперед. Все вот оно движется. Поэтому и нужен человек духовный. Понимаете или нет? Человек духовный регулирует. Почему Иисус сказал, я как Петр, я дам тебе ключи к Царству Божьему. То, что скажешь, будет связано, что расскажешь, будет развязано. Вдохнул на них, думал на них. И сказал, примите Духа Святого. Теперь кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, тому останутся. Останутся. Что это? Это регуляторы системы. Это люди духовные, которые будут решать по тому, что они просто видят, как они чувствуют, как они ощущают. Понимаете? Мы должны получиться. Мы должны в это поверить. Мы должны в это вырасти. Мы должны понять, что Иисус говорил про себя. Он говорит, я всегда делаю то, что отец хочет. Я вижу отца творящего. Он же не могло его увидеть. Он просто настолько был близко к Богу. Он настолько молился, что его решение – это мы решением можем. Он говорит, разве ты не веришь, что я в отце, отец во мне? Вот он этими словами все это объясняет. Он говорит, я соединен с Богом в духе. Мои решения – это решение Бога. И вы понимаете, как это должно быть? Тогда, понимаете, просто на секунду представьте эту жизнь. Просто ночники представляют просто это царство, когда люди начнут быть по-настоящему духовные, и они не будут друг с другом бороться. Какой смысл? Зачем? Новую завтра пишут. Вот знаете, там апостол, по-моему, говорит Иван. Он говорит, вот все остальные завтра можно оставить. Одну новую завтра. Какой? Любить друг друга. Представляете, вот просто. С одной стороны просто, а с другой стороны не просто. Правильно или нет? Нужно сначала для того, чтобы прийти к этому просто, любить друг друга. Библию прочитать не один раз. И пожить, и прожить эти все ситуации. Но я верю, что когда мы прорвемся в это, в этот царство, в эту систему Божьем, и именно как систему, вот эти процессы у людей начнутся быстрее. Потому что люди начнут уже учить друг другу, вот, ну, своей внутренностью. Понимаете? Внутри своих, как бы, поступках, вот, как... Мне нечего лучше, как показать, например, кто-то там катается на кайках, да? И иногда взрослого человека очень трудно учить кататься на кайках вообще. Он будет учиться падать там, да? А ребенок он быстрее. А ребенок он и языку быстрее там учится. Да? Он просто, вот, слышь, как мы сейчас не знаем, как вот дети так быстро. Мы всем завидуем, да? Они учатся там. Поживут чуть-чуть где-нибудь там, да? За границей. Все на двух языках, на трех языках там все разговаривают. Вот, понимаете, вот с людьми начнет... Будет то же самое, что когда, ну, будет атмосфера, когда люди будут действительно духовные ходить с Богом, уже действительно не нужно будет годы учить Библию для того, чтобы вот это вот, а прорваться. Новый Завет он тоже обязательно говорит, потому что вот Новый Завет, который я дам после тех дней, говорит Господь. И вложу законы моих мыслей, напишу на сердцах, и не будет учить ближнего и ближнего своего. Но все, от малого до великого, будут знать меня. Понимаете, вот будут и малые, будут и велики. Но Бога будут знать все. Счастливые будут все, по сути. Я не говорю все-все. Все, кто в царство. Понимаете? Потому что нам еще сказано, что будут и те, которые вне царства. Где будет плач и сверечь зубов. Где будет вот это разочарование, сожаление и все остальное. Но я в царство. Вы как хотите. Но я буду бороться за вас. А вы боритесь тоже за себя, друг за друга. Иисус нам все для этого дал. И мы должны это понять. Слышать это должны быть. Есть сложные места в Библии для понимания. Перечисляется категорное служение. Апостол, пророк, евангелист. Пастор, учитель. И вот все. И мы больше ждем, когда же будут вот эти апостолы и пророки. Нам надо вот понять, что мы даже больше ждали. Потому что там написано, что вот это все, оно такое, не придем в единство, в веру, в мужа, в веру полного возраста Христа. Как тело Христово. Понимаете? И тогда уже этого всего не надо будет. Я не знаю, как это будет работать. Что мы будем делать. Будем ли мы проповедовать. Как это будет. Но вот нам туда. Но путь туда в любом случае через тебе самому, через твое собственное сердце, через вторичное отношение к Богу. Потому что путь туда человек духовный. Это Иисус объясняет тоже. То есть вот человек духовный. Человек, который близко к Богу. И вот это вот один возьмется, другой оставится. Это говорится о том, что они могут быть рядом, но один будет ощущать и переживать Бога, а другой не будет. И у него не будет. Он будет снаружи. Это тоже можно так объяснить. И я говорю, я объясняю вот эти вещи. Я прям вижу иногда, как дух работает в человеке. Человек вроде с тобой. Человек тебя слушает. Человек говорит да, да, да. Но человек не ищет Бога. И в итоге вот он начинает просто... Ну, вчера просто элементарная ситуация была у нас. Ну, просто расскажу как пример. Надо там на стройке. Вот я пришел, я говорю, давайте мы начнем заливать бетон отсюда до сюда. Для того, чтобы... Ну, если... Ну, здесь должно хватить, здесь важно. А вот здесь, если вдруг не хватит, мы в последнюю очередь заливаем. Я человек в своих глазах. Человек на стройке со мной давно. Я говорю, понял? Он мне смотрит в глаза. Он говорит, понял. Ну, без проблем. Все. Я как виноват. Ну, я же отвечаю за стройку. Не то, чтобы я хочу, чтобы меня он слушает беспрекословно. Но я думаю, ну, раз я дал указание. Ну, какие проблем? Там вообще проблем никаких нет. Я выхожу там через полчаса. Человек сделал вот наоборот. Он начал отсюда и идет в совершенно другую сторону. И он мне говорит, ну, нам хватит. Ну, хватит на то или на другое. Я говорю, ну, какая разница. Я говорю, ну, почему ты делаешь просто против того, что я сказал? Что внутри тебя сидит? Что тебе не дает сделать просто вот так? Я говорю, это же так просто. Ведь это же вообще. Ну, а я понимаю, что это может быть мелочь. Мне, ребята, могут сказать, что ты придираешься с этой мелочью. Он взял, он взял, он взял, потом и так далее. Но если я как бы не пойму, что, ну, понимаете, я с этим человеком говорю, ну, ты служитель. Ты со мной как бы и служишь. И если мы с тобой, ну, друг друга не чувствуем. Я говорю, так ты делаешь где-то наоборот. Я не знаю, где ты это сделаешь. И потом в более важных местах будет тоже вот сбой какой-то. И вот я и заключу, что эта проблема только одна духовная. Вот просто сделать, знаете, кто наш враг, да? Он противник. Он просто против Бога. Не то, чтобы там, вот, в чем-то там есть конкретные проблемы. Он просто против. Надо так. Против – да. Бог – это Бог в порядке. У Бога есть даже в заповеди давал, но Он и дает в определенном порядке. То же определенное откровение. И вот это вот, ну, не коннептится. В духе не коннептится. То есть человек, ты вроде, он тебя может слышать, он тебя отвечает. Глазами по хлопу. Я опять скажу, это я говорю, я не могу понять. Я говорю, я не могу понять, как это произошло. Причем, ну, действительно, мне все равно. Я это сказал. Вот если бы я даже пришел и не сказал. Ну, сделал как сделал, все. Молодцы, сделали хорошо. Я это сказал. И я знаю, что потом, ну, блин, это будет, может быть, большая ошибка. Но здесь тоже нужно понять, что такое христианство. Потому что, причем, я хочу вот этот пример вам именно привести. Не то, что человек меня не служит. Понимаете? Я не хочу без прикословного послушания. И я в этом вижу именно вот устроение царства. Оно именно в этом заключается. Сейчас пойдем немножко дальше, немножко глубже. Да? Не просто вот царство строить, а построить именно то царство, которое по обруску божью. Потому что есть еще одно царство. Оно божье, но оно как попытка. Знаете? Вот воуранную сначала измаилет. Это была попытка. Некоторые говорят, ну, это ошибка, проблемы и так далее. Вот Абраму не надо было. Но вы знаете, вот так устроены мы. Это все входит в божье план, что нам в любом случае нужно сделать попытку сначала. Вот пока Абрам из себя это не лежит, вот эти свои сомнения, вот это вот свое, как оно, как же ему пустует? Вот как же ему пустует? Как же сын одеться? А тут ему раз жена говорит, да, ну, мне служанка, может быть, тебе же когда у тебя в божье? Да? Давай попробуй. Вот все, он был со служантой, и сын родился. Аллилуйя, Бог, ты дал мне сын. Все, и он радостный. А потом Бог дает настоящее. Да? Сына по обетованию, отцары. И это все символы, понимаете? Это все прообразы. Поэтому мы должны понять, что, в принципе, вот это вот… Измаима, он проводил Сагарий по белье образа из себя. Сагарий, он проводил с первого завета, с первого завета. Он же тоже для чего-то нужен. Я же тоже говорю, Бог нам дал Библию данное слово, дал нам путь. И у нас есть Верхний Завет и Новый Завет. Некоторые говорят, ну, не нужен сейчас Верхний Завет, только Новый читай. Ну, как мы без него вообще что-то можем понять? Потому что, Иисус сказал, здесь все про меня, на самом деле. Здесь вот, видите, здесь вы должны это все так и изучить, чтобы, ну, чтобы потом это все вот работало. Понимаете? С одной стороны, можно сказать, ну, что, в клубе с первого раза много получилось? Хороший вопрос. Правильно? Ну, здесь нет неправильного вопроса. Просто вот та система, которую он строяет, тот состав, оно сложнее. Да? И его нельзя построить с первого раза. И вот оно строится именно таким вот образом. Что дается сначала закон, дается сначала вот эта тень будущих планов. Понимаете? То есть, ну, 요즘 все христиане, говорят – мы не живём по закону, это вот тогда они там, живão по закону. Да, мы живём по закону постоянно. Вы понимаете, что это... Ну, вот все христиане живут по закону. Сейчас очень мало христиан, которые живут по закону. Он в нас засел. Что такое закон? Это когда мы внутри себя спрашиваем, что правильно, что не правильно? потому что он спрашивает себя как мне хочется сейчас выступить потому что это для того чтобы тренироваться это для того чтобы сохраниться от греха тело у нас в христе закон теньующих благ он лишь тень от предмета есть сущность чего-то а есть от него тень и вот тень сущность вообще-вот это совсем другое поэтому духовный человек и человек живущий по закону это совершенно разные вещи но все рядом все разделяется через слово божье все нужно для всего нужное откровение и об этом можно много говорить мы сейчас не о законе мы сейчас о устроении царства другой образ с другой стороны там о многокрании там нужно все это посмотреть с разных сторон и вот есть в библии есть книга царство знаете как это про меня это даже на правильник стало что ну вот посмотрите это же царство да то есть даже сама книга называется царство устроение царства правильно мы даже исторически если посмотрим что это будет действительно Бог берет свой народ вводит его из Египта проводит его в пустыню вводит его в землю обитаванную ну вы же видите процесс не заканчивается на самом деле мы часто берем отрывками все это смотрим это все правильно так надо на каждую жизненную ситуацию нам иногда надо посмотреть на общий план на Бог что Бог делал и Бог ведет их в царство точно так же как и нам нужно войти в это царство чтобы это царство было Божьим устроено да и вот там было время судей да что это за время определенное время личности от отдельных личностей через которые Бог действует ведь это очень похоже на наше время кто христианин кто знает сейчас открываешь интернет и есть личность есть проповедники есть вот такая вот такая вот яркая все но мы видим да личность уходит проживает свой век и все задухает так же было все проходили уже это понимаете все это проходили и и вот ну и сейчас вот именно вот эти вещи мы должны увидеть то что да что мы должны точку чтобы понять что это не царство это еще не царство вот это когда христианство состояет из личностей которые решают те или иные проблемы что создают те или иные движения это еще не царство да это еще подготовка к царству точно так же как у них там была подготовка к царству а потом началось царство и первое царство это начинается вот с пророка Сануила знаете да Sebastian вот этого пророка Самуила, который ставил первого царя, Саул. И вы понимаете, это уже царство. Это уже устроение некой системы, что мы уже видим в одну свету. Понимаете? Это уже царство. Но это еще не царство, а именно на это мы должны учиться смотреть. То есть я вам сегодня говорю вот этими терминами, этими образами. Для тех, кто уже умеет образами выразить, но кто не умеет и просто послушайте, как это работает, как нужно тоже размышлять над словом, что мы о чем говорим, говорим о системе. О системе устроения, как будет устроено царство, что такое приход Божьего царства. И вот первая модель царства, она устрояется определенным образом. Во-первых, ну там был вот этот сильный пророк, да? И что там происходит? Народ просит царя. Начинает просить царя, пророк обижается, да? Это вот первое плоское представление, что данным царя, мы ждем царя, мы ждем царя по плоти, мы ждем плацкого, мы ждем одного вида. Они говорят, как у других народов. Нам вот надо, чтобы был царь, чтобы был царь. И Бог говорит, как пророк успокойся. И говорит, для тебя отведали, для меня отведали, чтобы не я царство. Потому что, и Бог там здесь вот открывает как бы свое что это не совсем план Божий, что Бог хочет устроить царство, где сам Бог царствует, где наш царь – это Бог, в первую очередь. Сейчас, кстати, очень интересное время, и я интернетом люблю изучать. Вот полазите по православным таким каналам, и здесь вообще царят все. И кто не знает, я пишу книгу. Там столько роликов «Царь идет», и «Все там у них обещано», и «Серобин Царовский сказал», и «Пророками сказал», и так далее. И я могу понять. Мы можем сказать, что вообще они такие истории, но они же люди, их очень много, и они считают себя христианами, и в принципе они христиане. И я думаю, что мы могли, в принципе, все то же самое, что ждем мы, только мы ждем пришествия Иисуса Христа, а они вот еще царяты. Потому что им нужен был царь, который его строит, который его ведет. Но я уже понимаю, ну ребята, ну не туда не выйдет, царь как человек-то. Потому что нам нужно устроение Царства Божьего, а не царь как человек, который решит все-все-все проблемы, всех устроит. Вы понимаете, что человек не может всех устроить. Сейчас уже мир, он настолько нам очевиден, да, что один человек не может всех устроить. Он будет одних устраивать, других не устраивать по другому. Понимаете, поэтому вот эта система уже не будет работать. Мы почитали про сонного водоноса. Не будет человек царствовать. Понимаете, не будет один супер-упер лидер, который всех устроит. Нам нужно царства. Нам нужно человек, как бы духовный человек, соотношение к Богу. И вот первое, первое вот это устройство царства, оно начинается именно так, что народ кручен царям. У них есть собственные представления. И Бог им по этим представлениям выбирает царя. Выше всех на голову, красивый, здоровый. Саул, его все как надо. Там утверждение есть, чудеса есть, помазание пророка есть. Его поставили перед людьми, утвердили, все, он начал. Он победу совершает тоже. Да? Какое-то время он побеждает. И потом он там начинает играть в духовность. Это тоже очень хороший символ. Вы читаете царство. Когда он там побеждает фересцемлян, а потом говорит, никто есть не будет до вечера. Что никто не делал закон народа. Понимаете? Вам напоминает сегодняшнее христианство? Мне вот это часто напоминает сегодняшнее христианство. Пост – это лучше, чем не пост в любом случае. Все, все церкви идут по постам и так далее. Не категория «я про символы» бывает. Понимаете? Я понимаю, что мы… Вот я просто вижу, что Иисуса спросили, «О чем ученики, англеснители и хорисеи постятся?» А двои не постятся. Мне сейчас говорят, ну, потому что он сказал, потому что потом будет завтра, он же лежит с ними. Но понимаете, что Иисус, он всем с собой укронес вот этого света. Он никого не… Он ни на кого не возлагал им время лишнее. Лишнее время. Потому что человеку сначала нужно довести до духовности, довести к отношению друг к другу. Потом там он сам привык этим там постам и так далее. А мы видим, как Сауру, да? То есть он почувствовал победу. Мне так нравится. Он почувствовал победу. И тут вот решил поиграть в такого вот тоже духовного лидера. И все, чтобы довести его не подъехал. И мы видим, что это проблемой стало. Там написано, что если бы он так и сказал, то поражение для себя на Богу больше. То народ бы больше заболевал Богу. Больше бы победил, да? И Анафан не слышал это. Он ест мед. У него глаза как светлели. Он на порядок выбежал. Он там, люди говорят, оделся агрялом. Получился целый каш. Народ там спас Анафана и так далее. То есть мы видим... То есть, о чем я здесь скажу? Сказать, что мы видим человека в таком Сауру. С одной стороны, частично духовного, поставленного управлять. А с другой стороны, ничего не понимающего в духовных вещах. Понимаете, вот он в духовном мире не разбирается. Он не понимает, в какой момент, какой принцип применить. Понимаете? Он вот как-то вот у него слоя интуиции. Все, сейчас гайки закрутим. Пол сделаем вот. Понимаете? Это что это? Это вот первое царство, мы говорим как систему. Эта система, его можно назвать аскетизм. Или излишне аскетизм. Я эту символику провожу везде эти параллели. Вы можете эту параллель провести. Если кто любит над этим размышлять, то да, крестите. Но он тоже предшественник Иисуса Христа. Про него подумали, что он Мессия. Понимаете, что это значит символом, да? Что перед устройством Божьего царства будет некое такое движение, которое тоже будет, про которое подумают, вот оно. Что оно вот в этом не есть, не пить, одеваться неудобно и так далее. Понимаете? Апостол Павелом Халасянов очень хорошо про это пишет. Давайте прочитаю то, что я обожаю эти стихи и не часто мы на них находим. Давайте откроем к Божьему. Давайте откроем к Божьему. 16 стиха 2 глава. Итак, никто-то не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, при нововесище, при субботу. Это и есть тень будущего. А тело у Христа никто не обращает вас самовольно, смиренно мудрием и служением ангелам. Понимаете, вот есть самовольное, смиренно мудрием. Самовольное служение. Самовольное смиренно мудрием. Служение ангелам. Дорогаясь всего, чего не видел, безрассудно набиваясь плотно к своему ногу, и не держать волога, которая все тело составит связь, будучи семья, искрепляемо растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли до стихи мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь в постановлении? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что всю издевать употребление в глаза придет к учению человеческого духа. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрием и изумении тел в некотором напряжении, а насыщении пользы. Вот этот вот последний стих запомните. Это имеет только вид мудрости. Понимаете? Вот мы должны, ну, человек духовного можно разделить. Для человека недуховного лучше поститься, лучше не есть, лучше еще что-то. Читайте Исаию, что такое настоящий пост. Читайте Исаию. Это когда разделись головой, это когда бедит в дом, это когда ты собрался на он в отпуск, когда возьми не парить в отпуск, а возьми скажи, вот я для Бога не пойду в отпуск, но эти деньги я благословую Богу. Я как например говорю, кого нужно, Бог тебе сам покажет. Не надо, ну, и мы на самом деле, я никогда не призываю деду больше добрых тел. Сделай те, которые тебе Бог показывает. Понимаете? Помоги тем, которые рядом с тобой. Вот когда им поможешь, тебе Бог больше покажет. А вот когда мы прям выходим, вот всем-всем-всем помочь, это тоже не то. Вот как саморяд двигался добрый, да? Вот он ехал, был человек, у него было чем помочь, он ему помог. И помог ему не просто вид сделал, а комплексом помог. Комплексом. И даже когда выезжал, сказал, если что-то еще будет не хватать, сделай. Я когда говорю, ну себе заплачу. Понимаете, вот нам нужно вот, ну, научиться этим всем, вот по настоящей, настоящей духовной истинности, понимаете? Не просто вот делать дело ради дела или делать вид дела, да? Которое, ну, тут написано, что только вид молодости. Хотя, все равно плачают добрые дела. Ну, иногда мы не начали, там нет единственных, поэтому не надо, да? Есть такая вещь, когда милостыми там, да, в этом, да? То есть мы иногда тренируемся на мелочах, на том, что это тоже нужно все делать. Понимаете, то есть как вы? Понимаете, что это нужно, да? Для тренировки. Поэтому, да, чтобы прийти к настоящему пониманию, не сразу придем. Ну, поэтому есть вот определенные вещи. Поэтому это учение Иисуса Христа. Поэтому и закон, здесь то, что написано, что, опять, истребив учение, бывшее, а нас на Пописании. Иисус учение выстреливает. Чем отличается учение от закона? Закон – это буквально, понимаете? Учение – это смысл. Поэтому нам нужно научиться, ну, как бы по смыслу жить, чем буквально исполнять. Понимаете? И вот мы к Саулу, да, опять возвращаемся. То есть вот такое вот царство, да? И я надеюсь, что вы знаете. Мы не будем сейчас вот полностью просто увидеть эту картинку. То есть это был царство, что царство было отвержено потом. Вы понимаете, что это очень важный символ? Вы понимаете, что это не какое-то царство, про которое вот написано вот в этом сне, там, да? Вы понимаете, что это вообще какое-то мирское царство. Это уже Божье царство. Это уже царство международное Божье. Это уже, ну, верующие так живут. Понимаете? Но они могут его воспринять или будут находиться в нем и сказать, что вот оно такое царство. Понимаете? Для чего нам это нужно? Я вот для себя, для чего я это поверю вообще? Для того, чтобы мы внутри себя научились, ну, определять добро от зла, отличать. Понимаете? Это чувство нам это должно быть научиться к различению добра и зла. Это то, что мы сказали, не-не, Иисус учение, Иисус учение другое. Иисус учил, ну, вот этому, вот этому, вот он так учил. Я говорю, мы должны научиться духом ощущать, духом в первую очередь определять. Он нам его дал как раз. Понимаете, если раньше мы это не могли, то сейчас, после дня пятидесятницы, мы как раз он нам дал этот залог Духа для того, чтобы... Да, то, что... Как я поступаю? Напишите. Который нам нам залог Духа, который преобразит наши светлые тела. Понимаете? Воскресит для жизни. И вот это то, что должно с нами происходить в жизни. И мы научиться... Ну, я как я считаю, мы должны научиться отличать Божий Царство от небожьего Царства. И вот в чем оно, да? То есть, как Царство от Сао был устроен? Вот Пророк, который получал видение от Бога, что можно делать? И он передавал ему словами Царю. И Царь уже исполнял. Понимаете, что это определенное устройство? То есть, это вот то, про что я сегодня, например, приводил про строительство, да? Про нас бетон. То, что, ну, есть вот такая вот передача, да? Есть люди духовные, которые ходят с Богом и передают видение, да? И вот именно вот это должно тоже преобразиться в некое другое Царство. В некий другой образ и в ход мыслей и ощущений, что... Потому что мы судим этого Сао. Понимаете? Я много раз слышал, мне жадко его. У него не было выхода. То, что ему говорил Сануил, как ему нужно сделать, и что ему нужно сделать. Он очень сильно пытался это использовать. Но он не мог. Почему? Потому что он это от Бога не получил. Он не получил это внутрь себя. Он не получил это в свой дух. Он не получил это как видение. Он не получил это как желание исполнять внутри себя. Понимаете, что делает Бог? Мы должны это понять. Что делает Бог. Что Бог в нас, Духом Свами, вкладывает не просто свою волю, а желание исполнять его волю? Понимаете? И вот этого Сауле не нашлось. В нём было исполнено, поэтому он не исполнил полностью. Вы знаете, вот первая ошибка, которую он совершил, ему нужно было ждать, пока пророк придёт и принесёт жертву. «Семь дней, жди меня в Галгарии, пока я не приду». Вы знаете, когда он Семилова это сказал? Два года назад. Вы понимаете, это несправедливый человек. Но это жалко, на самом деле, мне свободу. И он ждал её шесть дней. Вот он уже ждал, он помнил, он не забыл. И нам сейчас так легко его осудить, у нас тут сотовые телефоны есть. «Алло» и «Алло». А у него старик идёт там из-за горы к делу, далеко, близко. Тут враги уже, всё, он исходит, арки развлекаются. У него были все причины, чтобы сделать то, что он сделал. Понимаете, все причины. Поэтому не спешите судить Саула. И не спешите судить, потому что для меня это больше просто. Мы должны понять, что нам Бог через это хочет сказать. Что вот такое христианство, оно не может быть послушным Богу. Христианство, когда ты получаешь чёткие рекомендации от более духовных людей, что тебе нужно делать и как тебе нужно делать, это не христианство. Настоящее христианство, когда ты тоже это видишь и тоже это чувствуешь. Да, ну, конечно, будут у нас эти рекомендации. Я сейчас это тоже объясню, да. Для чего они нужны? Для чего нужны начальники, например? Для коммуникации. Понимаете, для того, чтобы всё, ну, кто-то должен брать на себя и сказать, так, это надо туда, туда в Motorод Кровщик, туда на 10, туда на 8 и так далее. Начальники уже не нужны, ну, царской кожи не нужны, для того, чтобы людей стимулируют, для того, чтобы люди контролировать, понимаете. Для того, чтобы надзирать над ними это всё не нужно. Начальник нужны только для того, чтобы прок garantировать и слышали, пошли. Понимаете, как ребята стучали туда, и так далее. Вот, функция Мэби же должна быть. И все его слушаются, для чего уже в порядке будет. Не потому что, а что ты, наверное, говоришь, что это самое главное что-то. Понимаете? Для того, чтобы устройство было. Но в той модели, которая до этого, у начальника всегда есть искушение, помимо того, что сказать о стульчике и мне машина заодно помоется. Понимаете? Вот так. Вот оно так. Вот именно такой пример. Понимаете? И они с удовольствием помоют. Понимаете, что самое интересное? Ты же начальник. Они тебе с удовольствием помоют машину по благослованию и так далее. Но царство твое разрушится. Понимаете? Царство на то, что эта система разрушится. Потому что ты, ну как бы, ты искусился вот на это, да? Ты вот как Сауда. Второе, вообще в чем была? Денежки и власти. То, что ему было сказано, что ты, когда вот этих врагов убьешь, всех сожги. Ну, все сожги, все скот уничтожь, все дотла. И царей, и все. И он там, например, снова овец оставил, хороший. А потом это название, где-то для жертвы приложили. И царей любил. Да? Вроде враги, никуда-сего, но не любил. Ну, это символы. Понимаете? Вы должны это понимать как символы. Любовь, где гад, любую власть. Вот эти вот два момента, то есть вот этого царей, они означают эти символы. То есть он не смог Сауд устоять вот в этом свершении. Просто не смог устоять и все. Ничего здесь вот прямо, знаете, такого нет. Ну, почему не смог устоять? Потому что бы возвращаться в корень. Потому что видение, которое ему было передано, оно передавалось ему от другого черевого века. Оно не было в него вложено Духом Божьим, как желание и как сила. Скажите Аминь. Вы хотите царство наше? Вы хотите хотеть то, что Бог хочет? Вот это мы должны стремиться. Поэтому мы молимся. Каждый день. Поэтому мы читаем Библию. Для того, чтобы нас был Божий. Поэтому я человеку этому сказал. Ищи Бога. Когда он это сделал, я говорю, я могу сказать, нету Духа. Ну, как бы нету Духа. Мне не нужно послушание буквально. Но я чувствую, что ты не можешь, тебе не хочется, нету Духа. Поэтому Божье Царство, оно будет устроено именно Духом. Именно через духовных людей будет установлено здесь. Вот оно будет установлено. И мы можем в это верить, мы можем это начинать. Начинать с моего города, начинать с своих семей, начинать внутри себя, понимаете? И оно будет двигаться, и Бог будет благословлять их. Это Бог показал нам, например, своего народу, как Он благословлял свой народ, когда народ был с Ним. Понимаете? Все. Он все готов делать. Он вообще, на самом деле, вот у него есть такое откровение, когда я это почувствовал, и я бы слышал, что Бог уже устал удерживать свое благословение от своего народа. Он устал, он очень хочет дать, но людям готов. Понимаете? Потому что людям, если дать, они опять идут на другой круг, они опять укрут, опять нужно будет вот это вот все заново, эпоху Возрождения, Ренессанс, Мартин Тудер, и все заново начинать. И поэтому мы должны вот это понять, что после царства Саула, наконец-то наступает царство Давида. И вот это царство Давида, это и есть право образца Царства Божьего. Вы же согласны со мной? Я недавно с одним пастором разговаривал, я говорю, Давид про образ Христа? Нет. Я говорю, как нет? Хочу раз в Библии читать. Давид это Давид. Христос это Христос. Давид про образ Христа. Это же Иисус, сын Давида. И его право образ, установление вот этого царства. Если вы посмотрите, как его царство устанавливалось и развивалось, вообще он мог бы увидеть. Вот у него были такие же растушения, у Давида, пока он проходил там свою пустыню, такие же, как у Христа. Камни в небе. Помните? И он приходит к этому священию, он выдает что? Хлеб. Хлеб, который нельзя было есть обычным людям. Это вот то же самое, что не хлебом едином сын, жив человек, но всяким словом исходящим воздухом Божьим. Это не те же символы. А потом, когда ему два раза, Бог дает убийцу самого. Это все то же самое, войти в свое предназначение, войти в свое призвание, войти в него быстрее, войти в него вот таким вот путем даже. Ну это вот, войди там. И думаю, вот сейчас, когда искушение Христа, сколько дьявол подошел, ну и там, куда можно было сказать все ясно, да? Ну как бы, если дьявол подошел, то что его слушать вообще? Вони. Ну непростое же искушение было бы Иисусом. Понимаете, просто Иисусу он, нам же сам, скорее всего, Иисус рассказывает это искушение. Потому что там был он один, и дьявол, правильно? Мы знаем это искушение, Иисус Христа в пустыне. Правильно он сам рассказывает? Или есть какие-то другие варианты? Я пока не знаю, может быть, Бог откроет, может быть, нет. Поэтому Иисус рассказывал причины все так, правильно? Поэтому да, это ему Иисусу образ рассказывает, что происходило в пустыне. Поэтому я тут не буду утверждать. Как вам просто, как пример? Потому что мы примерно так находим. То есть мы... Понимаете, вот в чем заключалось искушение Давида, когда он бегает от Саула, который хочет его убить, и вдруг он попадает в эту пещеру, куда приходит царь, и его друзья говорят, все, 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 все. Ведь сам Бог тебе его приводит. Понимаете, вы просто по-другому видите искушение. То есть у тебя есть искушение, ты сам Бог. У тебя есть все внутренние полномочия, и это сделать. Ведь кто строитель ситуации? Бог. Правильно? Ведь так легко эту ситуацию за Божьем принять. А похоже, ведь был не Бог. Похоже, Бог разрешил его испытать. И здесь Давид как бы даже говорит, нет. То есть он говорит, я это не сделаю. Я лучше царем не буду. Представляете, с чего он на весе стоит? Может быть, он не надо царем не сделать. Вот оно так близко. У него же пророчество есть, что он царем будет. И ему, наверное, трудно его дождаться до этого пророчества. И он понимает, что, как я сказал, посчитать, если Саул как сверхъестественно пораньше не уйдет, то когда его царство пророчеит? Ведь мы же читаем, если правильно ли? И он тоже логический человек, он тоже понимал. Нужно как-то и не пожелать смерти Саулу. Но Бог сказал, царем Бога. Как это будет? А вот он, вот она возможность. Вот он Бог открывает в небе, в небе мы с тобой. Вы понимаете? И, то есть, мы видим здесь пример человека, который, вы думаете, имеет в сердце что-то, какие-то ценности, да? Которые его ставят даже вот, ну, выше закона, выше даже какие-то предложения для него. И про него так и написано, да? Бог, говоря, нашел мужик по сердцу моему. Который исполнит, что? Все хотели бы. Все хотели бы. Или все намерения бы. Вот это, короче, правильно ли? У Саулу были повеления. Саулу была конкретика и инструкция, что нужно сделать. И он не смог это сделать. А у Давида не инструкция. Но Давида настолько любит Бога. Он настолько призывает к Богу, что то, что он хочет и то, что он делает, является волей Божией. Понимаете? И он по скому человеку и духовному человеку творит очень трудно. «Как это так? Как это так? Что я буду делать то, что я хочу?» Если ты будешь Богом, ты будешь делать то, что хочешь. Если ты ищешь Бога, если ты любишь Бога, если ты молишься, если ты выходишь в его победа, то, что ты должен дать приданам это радостное привиление поступать, то, что кто там нуждает у тебя внутри в твоем сердце. И это план души. Понимаете? Он говорит, Духу примите и теперь кому простите, тому простятся. Кому не простите, тому не простятся. Нам кажется, что мы как хотели, наверное, должны всем простить. Если Иисус говорит, будь альтернатива, кому-то можно не прощать. Мы, наверное, должны прощать всегда лучше. Но Библия нам говорит, Иисус нам говорит, да, мы прощаем это, кто нам плохо сделал. И к этому мы призвали, да, против себя. Пророки, они за себя не заступаются. Духовный человек, подумаем на той духовной, как Иисус, он против себя не боролся. Но против своих учеников, против всех, кто понимал. И поэтому, да, мы можем прощать. Против себя мы должны прощать. А против, если сделали кому-то зло, мы не обязаны прощать, мы можем судить. Мы можем судить, мы можем, ну, как бы, говорить, что с человеком произойдет. Как Павел однажды сказал, человеку, который решал распространению Евангелия. Да, помните, там был в церкви Павла, там один Елиму, волк, по-моему, да, он там все путал. И Павел говорит, ослепли же, сын Камбарской погибли, без запретения Бога. И только вы, и ослепли, значит, ну, все, потерял уверенность в жизни. И после этого Савва стал Павлом, и после этого Павел, там очень интересные вещи. То есть раньше были Варнат и Савва, а после вот этого случая Павел и Варнат и Савва. Поэтому вот он лидерство там перехватил в какой-то ситуации. Ну, видите, я всех проповедил его на сына учить. Вот, поэтому, ну, самое главное, да, что вот мы вот этих прообразов, Саула, Давида, понимаете, мы и себя должны в первую очередь исправлять, а мы еще даже и Царство ожидали, да, чего мы ждем, понимаете? Потому что от нас будет зависеть. Мы будем церковью, мы будем христианами, которые хотят, да, другим людям, которые придут, маленькие, только жизненные во Христе, мы им повеление будем давать? Или мы будем учить думать? Понимаете? Иисус учил учеников своих думать. Поэтому и мы должны учить думать. Мы должны передать вот эти учения чистоту, угол жизни, ни правил, ни традиции, ни вот эти вот, ну, все моменты, а именно, в первую очередь, человеку полного. Понимаете? Поэтому я это, ну, для всех возрастов пытаюсь проповедовать, кому-то в это нужно еще пойти, а кому-то с этим нужно уже работать. Поэтому я для себя уже, да, вот хочу строить систему Божьего Царства. По системе Божьего Царства, которая не разрушится. Вот мы центр делаем, да, и я, ну, у меня тоже, например, есть, да, организация, в которой я был, в которой как раз-то и начали там получаться проблемы из-за того, что тоже были люди влюблены, стали влюблены в власть, и что они вот решили, что вот они лучше знают, что нужно для людей. Это ошибка. Поэтому мы должны вот перестать быть царем у людей, да, Бог есть царь, Бог. Он сказал, вы, царей и священник. Понимаете? И однажды мне еще тоже такая, Бог мне открыл, почему я летел в Москву, на высоте 10 тысяч метров, я получил это овень, мне так нравится, я открыл библию, и у меня притч, что я читал, давай мыслить, сердце царя в руке Господа. И оно, и он управляет именно потоками Бога. Вот вы знаете, что там есть очень большую силу? Я раньше думал, что мы молимся за царей, потому что Бог именно там управляет, я не знаю, как это от себя. А вы понимаете, что Бог сказал, что вы царь, он вот в этом прообразии для вида, он хочет, чтобы все стали такие, как они. Понимаете? Чтобы вот они поняли, что кто такой царь вообще? Царь это тому, кому дана привиление и жизнь к умению людей. Вот он может посоветоваться, он царь, мы положим на это, он не зависит от мнения, он принимает решение сам. И Бог говорит, что сердце царя в руке Господа. Понимаете? То есть нам нужно сердце царя. Нам нужна вот эта вот внутренняя свобода, что мы не зависим от мнения людей. Мы так перед Богом ходим, чтобы мое сердце, оно бы Богом управлялось. Понимаете? Царь на самом деле делает то, что он хочет. Вы понимаете? Вот все просто. В Библии очень много раз все сказано. Но мы не должны забывать, что мы рабы, слуги и учение Иисуса Христа, оно нам объясняет, что все это значит. Поэтому да, есть такая формула, что сердце царя исходи, там что-то как-то все ладо, но надо не помнить. Помню. Просто не моя формула. Вот. Я думаю, мы достаточно до сегодня. Я думаю, Илья раскрыл как бы эту тему, да? Еще раз я так поверну, что Бог хочет узнать царство. Что Бог знает как устроить систему. И Он эту систему задумал, придумал. И Иисус Христе начал воплощать, воплотил как бы. Да? Все. Он уже сказал, все, теперь уже ничего не изменится. Оно теперь точно установится. Вопрос, когда? А когда? Тогда, когда мы у нас растет. Понимаете? Поэтому напрямую зависит от нас. И тогда мы должны понять, что такое устройство Божьего Царства. Устройство Божьего Царства – это в первую очередь полный человек, который будет сам для них принимать решения. Поэтому просто смотрите, как будет жить, если взрослые люди, которые… нам не нужны бут-охранники. Ну, зачем нужны бут-охранники, если все взрослые, они могут выполнять эту функцию? Ну, это ты здесь, и ты уже это место охраняешь. Все. Ну, на тебе ответственность. Ты, там, понимаете, вот… Зачем нужен бут-охранник? Он, например, есть продавец в магазине, да? И вот другие люди приходят. Даже если вот кто-то туда зайдет, что-то… Ну, либо продавец, и вы как бы видите это, да? Либо другие люди, которые в магазине цены не приходят. Я как пример просто, буквальность, да? И я просто не знаю, как… Поэтому я говорю, что по нужным профессиям пойдет нужда. Высыпается больше энергии, больше сил, больше… тому подобных вещей, поэтому жизнь может стать лучше. Я вот верю в это, что не будет никакого акалипсиса, что, да, будет какое-то вот, да, огнем испытания, через которое одни, сгоняя, как солома, другие очистятся, уделятся и будут светить, как сиял. Светило. Я вот как-то в это верю, да? Что это вот… Я не знаю, как это будет происходить, но… Бог установит царство. Бог установит царство, и оно, да, начнет работать, человек будет с Богом, и человек будет, понимаете, все там. Я вот вам говорил уже, смотрите, да, что такое невеста, что такое царство, что такое… что это город, входящий слева от Бога, что такое город, устройство жизни. Нам всем это нужно. Нам всем это нужно. Мы даже детей не можем просто воспитать. Даже силы хорошие мы не можем воспитать без общества. А вот что делает это прям идеально. Идеально. Аминь. Ладно. Вот один мой пример сейчас вот. Эксперемент провели в Китае. Я не знаю, это правда его вызвал кто-то. Ну, в интернете появилось такое. Говорят, даже работают, что там сделали город, в котором сделали систему контроля человека. То есть там есть некая система баллов, и любое действие человека, оно фиксируется. Перешел уже, все не в том месте. Там. Что-нибудь еще сделать. У тебя падает рейтинг. Сделал хорошее дело, у тебя высокий рейтинг. И вот люди с высоким рейтингом могут везде устроиться, у них есть привиления. И люди с низким рейтингом. Они, соответственно, тыкаются, выкаются. Я назвал этот город город 666. Я меньше всего хочу жить в этом городе. Все мое мутро, все мое мастерство. Я неплохой человек. Понимаете? По идее, если я неплохой человек, я, наверное, буду хотеть жить в этом городе. Я не хочу жить в этом городе. Понимаете? Потому что, ну, и вот мы видим сейчас. Понимаете? Что мы когда учитаем апокалипсис, да, вот этот 666, помните, там, не будут, вот кто не будет этой печати, 666, он сможет не покупать, не продавать, и так далее. То есть это как-то связано с контролем человека над человеком. Понимаете? И я вот, ну, вижу, что, видимо, до того, как установлено будет Царство Божие, сначала вот будет вот время, вот, чтобы мы вот этот вот откликнули, что такое человеческая система, что такое контроль человека над человеком. Когда, почему какие-то люди, которые там сидят за компьютерами, и они, ну, судят меня? Ведь нельзя одного и того разных людей даже за эти тоже поступки судить одинаково. Потому что мы не знаем намерений, мы не знаем прошлого, мы ничего не знаем, только Бог знает, поэтому Бог, и не может быть никакой другого за этого врага. Люди, вы не потянете эту функцию. Сколько бы я вам не объяснял, но у меня даже самый способный из вас, он не сможет эту функцию сделать. То, что Бог судья, и он судит, ну, он все учитывает, и долго терпит, правильно? Долго терпит, для того, чтобы даже никто не погиб, потому что, ну, там так плохо, что даже то, что вот люди делают, которое самое большое зло, там еще хуже человек делает. Поэтому, давайте мы вот, когда это поймем, когда начнем этим жить, людям будет проще в этом ходить. Мы даже перестанем быть религиотами. Когда мы поймем, что что Бог хочет, куда Бог хочет, нам будет легче вообще людей даже в церковь привести. Потому что, ну, на самом деле, это иванное царство. Понимаете? Потому что это вот, не для какое место, где жить будет очень хорошо. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем, поможем с ангаром. Аминь. 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 Сыны Божьи, те, кто родил в Богу Твою. Сейчас я молю тебя, для того, чтобы все, кто сегодня слышал это слово, они поняли, они разумели, они приняли это, они влюбились в это Евангелие Царства Твое, в это обитование того, что Ты делаешь, и того, что Ты совершишь это. Спасибо тебе, Иисус Христос, за то, что Ты умер за наши люди, за то, что теперь нет никакой грани, для того, чтобы получить этот свободный доступ в Божьем присутствии, для того, чтобы получить этот залог святого духа, чтобы нам не прожжаться в Твою образ, настоящего человека духовного. Бог, не дай нам пропустить этого прелива, Господи. Не дай нам пропустить прелива, Бог. Не дай нам терять больше времени, Отец. Я прошу Тебя, двигайся Ты, побуждай нас, вразумляй нас, наполняй нас. Благослови в следующую неделю Бога. Благослови нас, благослови наши семьи, наши дома, родных и близких. Пусть будет устройство, пусть будет это желание изучать Твое Слово, читать его, вдумываться, размышлять. Направь нас, дай нам найти, может быть, какие-то пробоведи, которые нужны нам сегодня, которые каждому из нас нужны сегодня, сколько всего есть, Бог. Не дай нам просто терять время впустую. Спасибо тебе, Иисус, за все. Спасибо тебе. Спасибо.